Евангелие от Марта для того, чтобы ближе познакомиться с нашим Господом и Его планом в отношении нашей жизни. И мы убеждены, что изучение Библии изменяет нашу жизнь, не только нашу жизнь, но и жизнь наших родных, наших близких. Поэтому призываем вас быть не только зрителями, но делиться познанием о Господе со своими друзьями. Помните, что всякий раз, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы проявляете активность в комментариях, пишите свои мысли, пишите, откуда. Круг людей, которые узнают о Господе в онлайн-пространстве, благодаря вашей активности расширяется. Пусть знакомство со Христом сделает жизнь наших близких лучше. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Анатолий Танасы, который имеет богословскую степень, доктор в области теологии и выпускница Медицинского университета Валерия Коломейс. Добро пожаловать! Сегодня нашему вниманию представлены несколько глав, которые мы будем читать, знакомиться, размышлять, Евангелие от Марка, в которых находится, мы знакомимся с наставлениями для учеников. Ученики. Валерия, вот свежеиспеченная, только завершили, мы поздравляем, получили диплом. Благодарю. Да. Вот ученик. Кого можно назвать учеником? В повседневной жизни, в учебе и, может быть, и в христианстве, на твой взгляд, кого можно назвать учеником? В первую очередь, ученик — это тот, кто готов учиться чему-то новому. Самое главное, чтобы у ученика был авторитетный учитель, чтобы научил правильным вещам. И применять их в жизни самое главное, наверное. Потому что, когда формально ты учишься, ну так, для оценки, для галочки, то практических навыков нет. А вот как узнать, определить, что этот ученик хороший или плохой? Вот что определяет? Это по оценкам можно, или по дипломам, или по каким-то сданным практическим работам? По делам их узнаете. Успех, хороший ученик или плохой, это как, что отличает хорошего ученика от плохого? Я думаю, что искренне оттяга к знаниям. И когда ты действительно на правильном пути, ты готов применять навыки и знания, которые ты учишь для себя в первую очередь, не для мамы с папой, чтобы хорошая оценка была. Можно и списать удачно, а можно выучить, и потом применять их в жизни. И в данном случае, если мы говорим о медицинской сфере, то хороший врач, он какой врач? Который учится, каждый раз что-то новое применяет в практике, и тогда он качественный специалист. То же самое с учениками. То есть, конечный результат. Если он ученик, хороший, но плохой врач, то понятно, что это плохой ученик. Конечно, в итоге преподаватель медицинского университета может оказаться на приеме или на операционном столе у своего ученика. Опасно. Да. И поэтому он заинтересован в том, чтобы не просто учить, не просто передать знания, а научить настолько, чтобы ты не боялся увидеть результат своего труда, своего усилия. То есть, попасть в руки ученика с уверенностью, что он найдет. нужный орган и сделает нужную операцию. Но это в медицине. А вот в христианстве что значит быть учеником Иисуса Христа? Какова цена ученичества? И какова цена, чтобы быть наследником, гражданином Царства Божьего? Прежде чем мы будем размышлять над этими вопросами, я приглашаю просить у Бога мудрости и руководства в изучении Библии. Помолимся. Милосердный Господь и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты пребывал с нами до сего часа. Просим Твоего особого водительства сейчас, даруй нам мудрости, изучая Марка, познать, как стать гражданами Твоего Царства, что Ты хочешь от нас. Даруй нам мудрости, за все да пребудет Тебе вечная честь, хвала и слава. Аминь. Аминь. Сегодняшнее исследование Священное Писание начинается с известной для Леры, ну и для Анатолия, который тоже имеет медицинское образование. И я в свою бытность тоже учился в медицинском учреждении, поэтому тема исцеления, она должна быть для нас особо привлекательной и интересной. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 30 тексты. Приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон исцеление и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой и сказал, не заходи в селение, не рассказывай никому в селение, и пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников свои, за кого почитают меня люди. Удивительная история, которая говорит не только о исцелении, но о том, что делает Иисус. Это, наверное, единственное описание, где говорится о том, что Иисус для того, чтобы исцелить, он дважды прикасается. Зачем? Иисусу необходимо было дважды прикасаться к этому пациенту, к этому больному, для того, чтобы тот исцелился. Это недостаток силы Божией или какая-то другая причина? Конечно, мы замечаем очень интересные вещи. Во-первых, ему привели этого человека, потому что люди надеялись и видели в нем того, кто может это совершить или исцелить. Иисус берется за исцеление, берет его за руки. И вот все действия, которые мы замечаем у Иисуса, по сути дела, они отражают его заботу, его нежность, его отношение к человеку, который страдает и нуждается в том, чтобы видеть. Но что значит человек слепой, мы понимаем. Это ужасно. Но здесь очень интересная аллюзия на его творческую силу. Человек всегда, человек, который слепой не знает, что его ждет, наверное, только прикосновение или крепко держа за руку водящего, он успокаивается и обретает какой-то мир, и спокойствие, что он знает, что кто-то его поведет. А иначе ты идешь в неизвестность, где есть опасность. Ну, я думаю, что идиотология врачей, на этом исцеление очень интересна, потому что по отношению к пациенту трогать, принимать прикосновение, успокоить. Да, здесь, конечно, присутствует, но больше всего здесь аллюзия на творение. Как Господь Бог, если мы замечаем в творении, Он сказал, явилось. то есть на расстоянии, просто. Но когда творит человека, он прикасается, он склоняется. Он, как один из богословов писал, предавая или давая жизнь, он поцеловал, наверное, можно сказать, свое творение человека, эту заботу. И когда человек открыл впервые глаза, он увидел перед собой Творца. Здесь как раз та же самая аллюзия. Господь Иисус есть тот же самый Творец. Он есть и Спаситель. Но делает дважды. Вот о чем вы упоминали, это дважды. То есть действия. Он плюнул, он сделал это творение. Он не сразу усилился. История говорит о том, что Иисус сделал необходимые действия, но полного восстановления не произошло. Почему? И он задает ему один вопрос. Остальным, исцеленным, мы не видим такого внимания во время лечения. Что ты видишь? Оценка. Что ты видишь? Нам сложно сказать, когда он ослепел. Скорее всего, он ослеп во время жизни. То есть он не родился слепым. Почему? Потому что он говорит, что вижу людей как деревья. То есть он в своем понимании, когда-то в опыте он видел деревья, он видел людей, но ослеп. Ослеп по причине, я знаю, любых причин. Но одно из, конечно, последствий греха. И теперь он не видит. Ему приобрести это зрение. И ответ на вопрос, что ты видишь? Я вижу людей как деревья, это неясно. То есть он не видит ясно. И чуть-чуть видеть, это не значит видеть. Слабо видящий, это не значит, что полноценно видящий. Тут как раз и урок, который последует. Иисус второй раз совершает. Вот дважды действия, два раза. И мы видим, что два раза Иисус говорил истинно, истинно говорю вам. Два раза действия только лишь подтверждает одну очень интересную вещь, что Господь Бог обязательно исцеляет или дает ясное видение. Если Он берется за что-то, оно представляет собой реаль. То есть Господь представляет очень интересную реаль. Это творение человека. Теперь второй раз, когда берется, Он видит, и Иисус ему очень интересно говорит. Больше никому не говори. То есть не говори, что ты исцелился, теперь ты видишь замечательно, и кто тебя исцелил. Какой смысл и какой урок здесь? Скорее всего, Иисус не преподавал урок этому бедному слепому, потому что любой больной человек, он хочет быстрого выздоровления. Он не испытывал его терпения. Но это урок для всех присутствующих там. В первую очередь были ученики, которым должны были понять, что они должны прозреть, они должны увидеть. Увидеть другую реаль. Потому что наши глаза видят то, что сейчас оно, материальный мир, какой он есть, но приглашает Иисус видеть то, что бросаются глаза, но видеть совсем иным зрением, иное. И это настоящее видение и настоящее прозрение, истинное прозрение, которое ожидает Иисус от учеников и от тех, кто были там, присутствовали. И, наверное, этот же урок и для того, кто был исцелен. Но, смотрите, для человека, который вообще ничего не видит, я думаю, что даже видеть как деревья, людей как деревья, это уже прогресс. Это уже радость. Но мне кажется, что здесь Иисус как перфекционист. Ему недостаточно, чтобы это было хорошо. Он хочет, чтобы это было очень хорошо. Позвольте дополнить. Мне кажется, здесь играет роль момент доверия, то есть процесс. Вот в первый этап Господь обращается, интересуется, потом Он проявляет свою милость, исцеляет. И далее идет процесс доверия человека и принятия дара, исцеления. Поэтому здесь два этапа, как сказал Брат Пастер. Ну, видите, какая функциональность человека, если видеть людей как деревья? Он уже не спотыкается, обходит этих деревьев. Он не видит конкретно, это расплывается. Он видит как деревья. То есть это такое большое, неясное, непонятное. Общаться с деревьями как с людьми, а с людьми как с деревьями, это не функционально, это не полное изделение, это не полное... То есть видеть немножечко это не значит видеть все. Да. Если говорим о том, что это чудо и описание этого чуда и этапы этого чуда могло стать особым уроком для наблюдавших учеников, тогда с этим может возникнуть вопрос, почему даже после встречи с Господом, который является источником силы и его замысел восстановить жизнь, почему жизнь человека не меняется мгновенно, но требует времени. Говорит ли это, что у Бога нет достаточно для этого сил или какого-то способа, или есть другие причины? Почему человек не меняется, не становится, приходя к Богу, читая Библию, мгновенно другим человеком? Нельзя сразу и во всем прозреть. Нельзя понять многие вещи сразу же. Это невозможно. Это постепенно. Это как здание, которое кирпич за кирпичиком. Но есть один урок очень важный. Немножко учеником не можешь быть. Либо ты ученик, либо ты не ученик. Но становление учеником, оно, это процесс, это время, которым каждый из учеников или последователей идут и совершают, они не останавливаются на пути. И как только ты остановился, то ты подобно человеку, который видишь как деревья. То есть неясно. Если только остановился. Процесс прозрения, правильного зрения – это воплощение именно того, что говорил Иисус или представлял. А Он так много говорил. И это как раз, наверное, урок всем ученикам. Всем ученикам. Ну, не только современникам Иисуса, но абсолютно всем. можно быть, назваться себя последователем Христа, но не быть им. Видеть подобно как, подобно как, но не видеть ясно. Что значит ясность, ну, если говорить с точки зрения окулиста? Это резкость, да? То есть ближе, дальше, но чем больше, чем дальше, чем ближе ты Господу, тем лучше ты видишь, чем яснее ты видишь. И здесь как раз проверка зрения. Хороший учитель – это тот, который оценивает своих учеников. Может быть, ученикам это не всегда нравится, когда тесты, экзамены, но для того один учитель говорит, я, говорит, не вас оцениваю, я хочу узнать, насколько правильно, я себя оцениваю, насколько мне удалось передать вам вот эту тему, вот эти знания. Скажите, а как Христос оценил восприятие окружающих того, что Он делал для них? Он совершал чудеса, Он учил, и после этого Он задает вопрос, за кого почитают Меня люди? За кого почитали Иисуса окружающие люди, видя вот эти чудеса и слыша Его проповеди? Давайте прочитаем с 27 текста от Марка, 8 глава. «И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу Он спрашивал учеников Своих, за кого почитают Меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за другого из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ Ты Христос и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Исходя из этого фрагмента, мы видим, за кого почитают народ Христа. Они видят в Нем Освободителя, Спасителя. На контрольной вопросе Иисуса, за кого почитают Меня люди, мы видим разные варианты ответов. И среди этих ответов мы слышим ответ Петра. За кого Петр почитает Иисуса? Как ответил на этот вопрос Петр? И что значит его ответ? Петр ответил, что Христос это Мессия, Помазанник, Освободитель. В дальнейшем будет об этом видно. То есть Христос это то же самое, что Машиах, Мессия, Спаситель. Но почему тогда Иисус запрещает им, чтобы никому не говорили о Нем? Здесь надо учитывать контекст, в котором были сказаны эти слова. И людей, которые внимательно слушали, чтобы уловить в чем-либо Иисуса. Люди кого ждали? Мессию как Освободителя, как Спасителя, который спасет их от гнета римской власти. И в данном случае Иисус пришел не с этой целью спасти от римской власти. В данном случае Господь пришел освободить человека от греха. Поэтому Иисус настоятельно рекомендует не в таком контексте использовать его имя. То есть он не как политический деятель пришел? Именно так. Освободитель. Здесь вот контекст, интересы надо учитывать. И вот после того, как вот этот, наверное, тест «Кто есть я?» И, наверное, этот тест должен пройти каждый человек. «Кем для тебя является Иисус?» Ведь от того, кем для тебя является Иисус, зависит твоя жизнь, твои поступки, твои решения, твои отношения к людям, твои отношения к себе, твои отношения к Богу, твоему будущему. Другими словами, это самый главный поворотный вопрос. И вопрос «Кем для тебя является Иисус?» Это вопрос, который я хотел бы адресовать и нашим слушателям, чтобы те, которые могут написать в чате или написать в комментариях, чтобы они написали «А кем для вас, для тебя, для меня является Иисус?» И вот после этого, когда человек заявляет о том, что Христос для него является Спасителем, Мессией, он говорит о цене следования за Иисусом. Что это за сына? С 31 текста «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержен старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убитым, и в третий день воскреснуть». И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми кресло и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами». Такое впечатление, что слова Иисуса и та цена, о которой Он заявил, оно призвано людей не привлечь, а наоборот оттолкнуть, потому что Он открыто говорит о том, что Он будет отвержен, Он будет убит, Он говорит о том, что для того, чтобы быть Его учеником нужно отвергнуть себя. Люди хотят спасти свою душу. Вот спросить у слушателей, кто хочет спасти свою душу? Все хотят, а Он говорит, кто хочет спасти свою душу, тот потеряет ее. Что это за цена? Как понимать вот эти слова Иисуса? Что за крест, который должен взять человек на себя? Что значит быть готовым потерять свою душу? Что стоит за этими словами? Как их понять? Конечно, присутствует парадокс, на котором говорит Иисус. Но вы читали в контексте очень интересно, потому что Петр воспротивился, он не захотел. То есть он признал Его Мессией, признал Его Христом, Его признал Спасителем, Иисус запрещает ему это делать. Но в тот же самый момент Господь Иисус Христос открывает Ему и Его учениками, тем, кто рядом с Ним, зачем Мессия пришел. Он пришел для того, чтобы совершить спасение. Но понимание спасения было разное, как представлял Иисус, и то спасение, которое представляли или имели в своих мыслях ученики и, по сути дела, люди. Они ожидали где-то свержения гегемонии, где-то утверждения самих себя. Поэтому естественно, что Петр и воспротивился, сказал, ну как это так, мы пошли за тобою, мы признали тебя Христом, это мы понимаем, и ты должен тут утвердить власть, а тут говоришь, от тебя отвергнут, и тебя еще и убьют. Это чем мы останемся? То есть, это как? Это неправильно, и вообще неправильно, как ты это понимаешь. На сегодняшний день сегодня люди не отличаются от Петра или тогдашних людей. Сегодня тоже люди не понимают, они воспринимают природу спасения, спасения, которое предоставил сам Господь, Бог. даже спустя столько веков все равно человек не соглашается с природой спасения. И вот что интересно, Иисус подзывает уже абсолютно всех для того, чтобы окончательно, фактически представить им, что значит быть спасенным. И здесь, когда Он говорит, если вы хотите сберечь свою душу, но синоним души, потому что здесь можно утрировать, войти в какую-то... И здесь как раз люди ошибаются, представляя себя, представляя себе, что душа это какая-то сфера, какая-то субстанция, которая может существовать вне тела и так далее. Нет, здесь Господь говорит о жизни, то есть о существовании, о твоем бытие, о жизни. Если можно перефраз сказать, то кто сохранит свою жизнь, кто хочет спасти свою жизнь? Совершенно верно. Кто потеряет ее? Совершенно верно. А разве это плохо хотеть спасти свою жизнь? Нет, самосохранение установлено самим Богом, то, что мы желаем жить. В чем тогда проблема? В том-то и дело. Парадокс заключается в том, что антагонизмы, которые представляет Иисус, они связаны с Богом, с спасением. И здесь как раз Иисус представляет исключительность спасения. Только Господь Иисус Христос, только Мессия может предоставить спасение. Вне Него или не с Ним, не предоставляясь или не идя за Ним, ты не можешь быть спасенным. Поэтому и он представляет этот парадокс. Если кто хочет себя спасти, свою жизнь, но не быть спасенным мною, то есть Господом Христом, ты потеряешь жизнь, потеряешь жизнь вечную. Здесь, конечно, принципы жизни, они абсолютны. Здесь Иисус говорит абсолютными вещами. Тут не относительные вещи, а абсолютные вещи. То есть, если ты хочешь жизнь вечную сохранить, ты ее хочешь, но если ты хочешь ее сохранить, то ты ее не сохранишь без меня, потому что предоставить спасение, только я тебе могу, только я могу тебе сохранить эту жизнь. В том-то и вся проблема. То есть, безоговорочное, абсолютное подчинение самому Христу, подчинение или предоставление, или, правильно сказать, пользоваться спасением, которое предоставляет сам Господь. Ученики были, конечно, я представляю себе, насколько для них, какое влияние оказали на них эти слова, но слышали ли они? Иисус говорит, «Кто хочет идти за мною», ученик говорит, «Ну вот, мы за тобой прожили, отвергни себя и возьми крест свой». Крест — это унизительный, устрашающий способ казни, который был у римлян. Кто захочет взять этот крест, называясь своим учениками? То есть, это не просто символ христианства, который люди обозначают свою принадлежность, это нечто другое. Так вот, Иисус как раз и представляет глубину и серьезность следования за Ним. То есть, не думайте, что это будет как-то, не знаю, как-то, где-то, почем-то, или немножечко. Нет, в полной мере. Если вы хотите, в самом деле, спасения, вам нужно понимать, что вам нужно отказаться от самих себя. Что значит взять крест? Вот как... Пойти на казнь. Это значит отказаться от жизни, отказаться от абсолютно всего. Ради чего? Ради спасения, ради жизни вечной, ради спасения, которое предоставляет сам Иисус. Позвольте дополнить, что крест, вообще, априори, это символизирует смерть. Абсолютно. Здесь, как аллегория, Христос говорит о том, что будет с ним, да, и он заранее как бы хочет подготовить учеников, но они не готовы его слышать, как уже было сказано. Потому что, вот о чем Алера как раз упоминала, Иисус ведь начал рассказывать, что ему пострадать придется. А каким постраданием? Как раз аллюзия о крестной смерти. И если вы согласны со мной идти на этот крест, не означает, что они тоже будут распяты, хотя это и произошло. Хотя это и произошло. И Петр, по традиции говорится о том, что он перевернули, попросил, чтобы перевернули крест, ибо он даже не достоин. Но когда мы говорим, но здесь, в этом контексте, как раз Иисус это и объясняет ученикам. Вам нужно принять тот факт, что я пострадаю, я умру. Единственный путь спасения человека, это заместительная жертва. Я умираю вместо вас. Если вы не хотите, если вы противитесь этому, вы не получите этого спасения. Вы хотите сохранить жизнь, но вы ее потеряете. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и в Англии, тот сбережет ее. Что значит потерять свою душу ради Евангелия, ради Христа? Другими словами, нужно ли человеку что-то сделать или быть готовым что-то сделать ради Христа и Евангелия, чтобы спасти свою жизнь? Что значит для вас это практически? Как вы понимаете вот эти радикальные слова Господа Иисуса, который говорит о цене следования за Ним? Что значит быть учеником для вас лично? С одной стороны кажется, что все так радикально, если глубже посмотреть, то Христос как Отец заботится о нас, о Его детях. И когда Господь предлагает взять крест свой, Он предлагает умереть для земной жизни, вот к чему я веду, чтобы в дальнейшем ты мог принять вечную жизнь, нетленную жизнь, то, о чем говорит Господь. значит, для молодой девушки, у которых перспектива жизни и все остальное, умереть для этой жизни, для чего умереть? Для семьи, для замужества, для карьеры, для работы, для чего человек призван умереть, желая стать учеником Иисуса? Умереть для своего собственного «я», для эгоизма, умереть для греха, оставить все и быть готовыми принять благодать Христа. То есть быть готовым скорее умереть, чем согрешить. Именно так. Это звучит очень сложное и может немножко даже показаться как-то абстрактно, как это умереть для греха. Тем не менее, здесь большой потенциал ученик Иисуса должен быть во всем похожим на своего учителя, у которого был девиз «Да будет воля твоя», у которой был готов скорее умереть, чем нарушить эту волю, даже как бы это не было трудно. После того, как он сказал о цене ученичества, а ученичество это идти за Иисусом, это любить Иисуса, больше, чем себя. Тот, кто любит себя больше, чем Иисуса, не может быть его учеником. В этих словах любить его и ради него быть готовым уметь, ради принципов, которые учил Иисус. И следующее, он говорит стоящим, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Кто увидел, для кого исполнилось вот это пророчество, и кто увидел Царство Божие, не вкусив смерти, Царство Божие, пришедшее в силе. Что значит это пророчество, как оно исполнилось? Так следующие тексты как раз об этом и представляют. Пожалуйста. Из тех учеников, которые были, двенадцать, если взять точно быть, из тех двенадцати учеников Иисус на горе преображения, как раз эта история, Он взял лишь только троих. Это Петра, Якова и Иоанна. Они поднялись, и там они увидели то, что осталось, ну, скажем так, они увидели другую реаль. Другую реаль. Они увидели и Моисея, который воскресший и теперь живой перед ними. Они увидели Илью, который был взят живым на небо. Они увидели Иисуса в другом, в другой ипостаси или в другом положении. Прославленное как царя. И они общались, эти поклонялись, они воспринимали и объяснялись. И они здесь, на этом кулачочке земли, они представляли себе это как царствие и голос Божий. И теперь Господь еще и говорит, ну, все, все здесь есть. То есть, это царство Божие во славе. Они увидели это царство во славе. И это лишь только одна, лишь только часть, это самое малое, что может быть. И, конечно же, им не хотелось вообще никуда не спускаться, поэтому Петр и говорит, слушайте, давайте построим здесь, построим царство здесь уже, будем здесь жить, нам не хочется. Но заметим, что те, кто пришли посетить Иисуса на этой горе преображения, его преображения, они говорили о смертной, о смерти. И когда они спускались вниз, ученики в недоумении большем, потому что то, что они увидели, вообще, если посмотреть на весь эту главу, 8-9 глава, здесь контрастируют, то есть контрасты представлены. Тут Иисус говорит об одном, кто потеряет, приобретет. Здесь Господь говорит о себе, что умрет. Здесь слава, ну, и не хочется никуда. А тут как раз в этой славе, в этой славе говорится о смерти, о крестной смерти, и то, что пострадает. Как это возможно? Если здесь Моисей и Илья, а мы знаем, что происходило в истории, они помнили, это славные события, Господь, еще и голос Божий, можно ли в Мессии, чтобы он до крестной смерти. В умах, я только представляю себе, что творилось в умах этих людей, этих трех учеников. Конечно же, это пророчество исполнилось с этими тремя человеками. Завершая исследование этих глав, мы видим, начинается история о том, что пытается, Иисус исцеляет слепого, но не сразу видит, и теперь ученики, которые не сразу понимают этих слов о страданиях, о смерти. Как вы считаете, почему ученики не понимали ясных слов Иисуса и о предстоящих страданиях, и о смерти? Какая проблема, духовная проблема высвечивается в их случае? Это однозначно, что проблема заключалась в их понимании. Они не видели. Они не видели правильном свете, они не видели реаль, ради которой Иисус пришел на эту планету Земля. Они не видели его миссии. Они не понимали, не осознавали. И Иисус им говорил, объяснял, открывал, чтобы они прозрели. Ведь Иисус прямо говорил. Так и написано. Прямо говорил. Без каких-либо метафор, символик, намеков. Он прямо говорит. И говорит очень ясно. Но они видели, как деревья. Они видели лишь только одну часть. Они видели очень мало. Им было сложно прозреть и увидеть. Очень интересный один момент. Они когда спускались с горы, Марк упоминает, что они об этом не говорили. То, что произошло только после воскресения Иисуса, после распятия, то, что события, о которых пророчествовали, значит, только тогда они начали говорить об этом, рассказывать об этом опыте. Это только говорит о том, что они еще не видели. Они не были готовы. Они не могли видеть. Как и сегодня, очень много людей не видят, не видят ясных вещей. События происходят, но видят в разном свете, просто не прозревает. Спасибо. Говоря о цене ученичества, Иисус и подчеркивает то, какова должна быть жизнь человека, который называет себя учеником Иисуса Христа. Церкви могут быть переполнены верующими людьми, христианами, но Иисус желает, чтобы люди были учениками. И последний диалог и разговор и примеры, которые находятся в девятой главе, они говорят о цене и о реакции учеников на те искушения, на те соблазны, которые могут быть в мире. Человек хочет быть за Иисусом, идти за Иисусом, он хочет быть похожим на Иисуса, но он остается в этом мире греха, в этом царстве греха, где его окружают соблазны. Интернет, телевидение, друзья. У молодых, наверное, много соблазнов, как и у пожилых, и у всех. Как противостоять искушениям? Как не только называться учеником Иисуса, но быть учеником Иисуса Христа в повседневной практической жизни? Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Отверни себя и возьми крест мой. Если ты хочешь действительно быть учеником Иисуса, тебе необходимо жить Его жизнью, тебе необходимо первое, наверное, что сделать, это принять Его жертву, понять план искупления. Мы, когда читаем эти тексты, это непростые главы. Здесь Христос показывает ученикам, что Его ждет. Тем не менее, ученики не слышат Его. Почему они не слышат Его? Учитель хорошо учит, но ученики не хотят. У них есть свое видение, свое восприятие. они не готовы жить на данный момент, еще в дальнейшем мы знаем историю. Сам факт, и в нашей жизни мы можем думать, что мы ученики Иисуса, тем не менее, мы не готовы отвергнуть себя и взять крест свой, не готовы служить другим людям, как Христос служил. Элементарно помогать, в церкви служить, просят послужить чем-либо, выйти за кафедру или помолиться, или помочь раздать газеты. Необходимо не отказываться от служения, которое тебе предлагают, потому что тебя зовут, но ты дверь не открываешь. Вот в каком контексте Иисус хотел учить своих учеников. Спасибо. Очень интересно, что Иисус говорит очень много гиперволов, то есть как быть учеником. Это если есть искушение в том, чтобы ты отошел от Иисуса и тебя там рука, глаз, нога соблазняет. Ну, это метафора, конечно, которую Иисус использует, только отрежь, ну, как это отрежь, пилить что ли? Ну, не видел я в церкви одноглазных коллег, инвалидов, а все с глазами и все с руками и с ногами. Или никого нет искушения, или никто не следует этому совету. И здесь как раз об этом и говорится о том, в чем ты дорожишь. Больше всего от этого я откажусь ради меня, ради спасения, для того, чтобы служить. Но нужно сказать, что здесь как раз говорится Иисус проявление инициативы, твоей инициативы. Ты решишь последовать за Иисусом или нет? Если ты решишь пойти, если что-то тебя останавливает, ты это отрежешь, но не Господь отрежет. Спасибо. Мне нравится еще мысль, что когда ты хочешь служить, ты показываешь пример. И очень важно, какой пример ты показываешь. И Господь говорит, чтобы мы не были камнем преткновения для других людей. Очень важная мысль. Спасибо. Дорогие друзья, желание нашего Господа, чтобы каждый из нас был наследником Царства Божьего. Ибо так Бог возлюбил этот мир, что Он отдал Сына, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы стать гражданином Царства Божия, необходимо стать учеником Иисуса Христа. Быть учеником, это не просто называться верующим, христианином, принадлежать какой-то религиозной деноминации, но это значит идти за Господом, подражать Господу, жить, как Иисус Христос, служить людям, служить Господу. Желаем и призываем, чтобы Господь благословил каждого из нас на этом пути ученичества. Возьми крест и следуй за мной, говорит Иисус. Любовь Господа Господу делает этот крест не тяжелым. Посвящение Господу, которого ты любишь и которого ты называешь своим Спасителем, это не тяжелая жертва. Самый главный вопрос, кем для тебя является Иисус. Я приглашаю, чтобы мы молились о нас, о нашем пути ученичества и о пути каждого, кто изучает Евангелие от Марка. Господь наш и Бог наш, во имя Иисуса Христа, помоги нам быть лучшими учениками, да такими, чтобы результат нашего ученичества было спасение и жизнь вечная в тебе. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, искренне желаем вам особых благословений от Бога, Его охраны, крепкого здоровья и мира в сердцах, мира с Богом, мира с окружающими. Всего доброго, до встречи, до свидания. Аминь. Аминь.